итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем прохождение колин макрой ралли для первой playstation ну в прошлой части мы с вами закончили ралли монте-карло финишировали там третьими сейчас у нас довольно напряженная ситуация чемпионате 4 очка всего разделяют трех пилотов это макрой алиате ну и нас мы находимся на третьем месте с 18 очками макрой лидирует 22 ну и сейчас нам предстоит вот как вы видите ралли австралии континент австралии будем покорять его пустынные дороги тропы бедуинов он даже трасса смотрите в виде верблюда какого-то первый этап так ну надо немножко настроить машину чуть-чуть скорость увеличить как всегда сместить вперед тормозной баланс и подвеску сделать немножечко помягче потому что дорога там насколько я помню довольно такая в общем нам предстоят трамплины довольно много прыгать вот видите трасса похожа на верблюда что же приступаем ну и как обычно немножко о реальном ралли австралии в общем придется нам с вами попотеть потому что в реальности там томми мякинен здесь выиграл поэтому нам тоже нельзя упасть в грязь лицом и надо постараться выиграть да и собственно даже если бы этого не было в реальности все равно победа нам нужна как воздух потому что ну если мы еще раз здесь финишируем ниже первого места скажем так ну или много очков уступим лидерам чемпионата это уже будет угрожающее для нас ситуация примет угрожающее такое развитие поэтому надо будет постараться и желательно конечно же чтобы еще и макрей тут ну вторым по крайней мере не финишировал пусть даже его лять обойдет даже лучше будет в идеале чтоб конечно парочка человек вообще в реальности тут выиграл мякинен а вторым и третьим финишировали две тойоты хотя вот у нас как-то тойоты не блещут пока тоже четвертый этап у нас вот и вторым финишировал карлос сайнс третьим диди ариоли напарник макрей же в реальности финишировал только четвертым вот вот так бы как сейчас все расположено на этих спец участках на этом отрезке мы лидируем потом вообще баку для те и макрей примерно так было неплохо все распределилась но это конечно только первый этап вот видите какие прыжки очень мощные тут будут и скоростные участки но и будут и очень извилистый ой как вынесло перед самыми воротами финишными но тем не менее все таки выиграли хорошо хорошо три секунды но макрей то лишь четвертый это мы от своего напарника бакланда в трех секундах ну то сайнс то только седьмой так ну опять же пока совпадает общий зачет с зачетом этого этапа так ну второй участок вроде бы даже чуть-чуть по скоростнее должен быть такие плавные довольно скоростные повороты вроде бы так что неплохо что я увеличил скорость максимально все таки даже асфальт есть такой у этих бедуинов даже асфальт есть но все равно пыль не такой видите пылища летит со всех сторон расколошматили боковые стекла так а здесь видите блин макрей уже лидирует ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй нехорошо очень нехорошо и вот мы уже на четвертом только месте очень опасное место скоростное еще с этими воротами когда он говорит гейт это значит впереди такие ворота в заборчик вот прямая вообще ну классно блин вот эти прыжки на на большой скорости аж если честно дух захватывает вообще четко кошмарики обалдеть не австралия мне ай-яй-яй-яй ничего себе я ну в принципе еще неплохо довольно сильный удар вокруг своей оси довольно быстро провернулись на этом я думаю времени много не потеряли интересно получилось эх все таки 7 секунд уже уступаем все таки много черт возьми а начиналось все так хорошо судя по всему макрей лидирует продолжает а мы чуть-чуть отыгрались снова мне еще вот интересно здесь будет ночной этап или нет эх все таки 7 секунд проиграли четвертый только а и макрей выиграл ну в общем не знаю ой аж на третье место а ну правда тут меньше секунды между нами вообще плотняк вот это битва а прям настолько плотно что я говорю не как в ралли а как будто это кольцевые гонки очень близко расположены так машину почти не разбили так оооо нам предстоит ночной вот и ответ на мой вопрос так плохо плохо немножко перестроим это чувствительность рулевого управления нет оставим ее мне в принципе нравится как себя машина ведет только единственное поменяли разгон чуть-чуть увеличили потому что блин можно было наверное даже максимальный разгон поставить хотя вот эта трасса видимо довольно скоростная будет а вот ночной этап он там очень извилистый ну ладно будем надеяться что слишком сильно тогда ой нам надо здесь в идеале выигрывать выходить вперед на ночном этапе скорее всего выиграть не получится там будет как обычно основной задачи у нас не проиграть слишком много чтобы потом потом еще будет два получается этапа чтобы потом постараться отыграться надо стараться безошибочно проехать особо не рискуя этот вот этап хотя здесь можно и порисковать вот где не надо будет рисковать так это ночью там действительно лучше проехать просто стабильно 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 и без ошибок можно даже не очень быстро ну да довольно быстрый такой скоростной этап вот этот с довольно быстрыми поворотами таких уж прямо прямых участков нету но такие довольно скоростные повороты о есть и вышли в лидеры и кстати смотрите первые четверки нет макрея это хорошо главное не спугнуть а и 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 mean n have there in ке ho а и и с и и you to no no отыгрались ух какие прыжки так 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 но на 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 давай две секунды все мы проиграли ладно это это мелочи как говорится он нам не соперник главное основные все соперники позади макрэй лишь 6 это хорошо ребята это очень хорошо в итоге макрэй нам уступает 9 секунд почти хорошо лети 4 ну ладно неплохо неплохо перед ночным этапом у нас есть неплохой задел главное вот видите какое с такими мелкими поворотами очень прям вот перетекающими один в один надо было все таки максимально ставить разгон ладно сейчас главное ехать очень внимательно и не рисковать сразу подправили аэродинамику нашему лансеру подбили ему глаз ребята напряжение если честно вообще просто сошкаливает аж прям джойстик аж хрустит в руках надо очень четко здесь ходить в поворотах ох не спугнуть бы не спугнуть начало пока очень неплохое вы гляньте я лидирую ночью он наговорил такое а я я ее ее и давай давай родной ну пока еще лидируем блины короче здесь у меня вылезла всплывающее окно и поэтому машина перестала мне слушаться пришлось быстро закрывать его на рабочий стол короче меня там выкинуло вообще все против нас блин мы уже мы уже шестые это просто ну вмешалось что-то свыше так 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 ну ой какие впереди нас 4 вообще юха канкуна форт может макрей не лидирует а весь пункт отыгрываемся ребята ребята отыгрываемся нет макрей лидирует остались последние допы еще чуть-чуть отыгрались смотрите как иногда фары мигают на почках вообще в очередной раз респект разработчикам ну и ну еще отыгрались секунду всего лишь блин если б не это всплывающее окно чертова блин мы бы реально могли выиграть я лидировал момент когда случилось о макрей все-таки впереди но мы ему проиграли менее секунды отлично отлично блин это просто замечательно так что есть шанс есть шанс еще выиграть и отлиять еще чуть-чуть поклонялся объемовались был бы в 4 секундах сейчас в пяти так мы продолжаем все самое по идее страшное позади я больше всего боялся за ночной оттуда вот так давайте посмотрим что нам предстоит Ого, какой шестой этап Ой-ой-ой Даже не знаю Даже не знаю, что бы сделать Поменять настройки Или уже Нет, давайте, да, все-таки Acceleration сделаем на максимум То есть пожертвуем полностью максимальной скоростью Потому что здесь Ну вот на пятом этапе В принципе есть тут вот Какой-то прямой участок более или менее Но вообще он тоже довольно извилистый А вот шестой там просто Ну, одни медленные повороты будут какие-то Он очень извилистый, поэтому Я думаю, это будет лучше Видите, тут уже настройки довольно серьезно влияют На стратегию, так скажем даже То есть где-то если не поменяв настройки Вы можете вообще, ну то есть Абсолютно ехать по-другому И машина у вас не будет слушаться Здесь так как гравий Ставить максимальную чувствительность руля Ни в коем случае нельзя Машина будет очень сильно тогда козлить Здесь надо, чтобы машина была С несколько таким Ну, с запозданием что ли реагировала То есть с небольшой такой Недостаточной поворачиваемостью И тогда она будет хорошо в этот гравий впиваться И на вот таких вот среднескоростных поворотах Типа четверок или вот квадратных вот этих Ну, у вас будет большое преимущество Ее не будет сильно закидывать в поворот Она будет плавно входить тогда Поэтому лучше всего У меня даже была мысль Вот видите, длинная прямая Мы тут уперлись в ограничитель Но Не думаю, что мы на этом сильно уж проиграем Как-то Больше, в принципе, здесь Прямых-то участков, как мы видели, не будет Вот Тем более мы еще и глядировались Вообще отлично Вот Так вот, я Даже думал, что Может быть поставить Вообще слабую чувствительность Ой, смотрите, какие прыжки Какие же все-таки Классные, красивые прыжки Обалдеть Но Продолжая вот с этой чувствительностью Рулевой Колонки Не стал все-таки этого делать Ну, вот средняя, по-моему Самый оптимал Если будете сами проходить Ну, попробуйте Может поэкспериментировать Так еще Может быть Слабая чувствительность Здесь еще лучше будет Ну, естественно Надо будет тогда чуть-чуть менять Опять же стиль Пилотажа Так, ну и Отлично Еще отыграли Никогда не повредит Лишние пару-тройка секунд Отрывы от Макрея Ух ты, смотрите Канкунен пришел Четвертый Вообще два Форда Ну, Ариоль в очках держится Шестой Что-то Баклунд Начал за здравие Наш Напарничек Финишировал Седьмым только А, ну в общем Он четвертый В принципе Макрея На третье выбрался Место Ну, смотрите До Лиати Всего пять секунд Осталось Было бы неплохо Если бы ты Лиати Смог все-таки Сдюжить И оставить Макрея Позади Это было бы очень Хорошо Отрыв у нас Не сказать, что гигантский Но перед последним этапом Довольно приличный Вначале вот здесь тоже будет Такая небольшая прямая А потом просто кошмар начнется Кстати, вот в Австралии У нас очень много прыжков А во второй части будет Появится ралли Финляндии Его еще называют Ралли тысячи прыжков Там очень много будет Тоже трамплинов Будем просто Скакать На них Вообще во второй части По-моему Этапов станет больше Ну вот по крайней мере Точно знаю, что Финляндия там будет Потом также Япония По-моему там появится Ралли Японии Хотя может быть там Какие-то и уберут Ну то есть Они появятся вместо Каких-то Ралли, которые здесь были Но исчезнут там Не помню Если честно Не помню Но Ралли Финляндии По-моему там первое И вот Его называют Грюм ралли тысячи прыжков Ну и здесь мы так С вами не слабо попрыгали Очень такие мощные Драмплины Мне прям Очень нравится И смотрите Были такие прям Ёлки эти Не знаю Разве в Австралии Растут ёлки Может их Специально Просто тут высадили Не сомневаюсь Если честно Что именно Вот в этих регионах Австралийских В таких вот пустынных Знаменитых Красной пустыне Что там бы Расве ёлки Сами по себе По крайней мере Тем не менее Опять же смотрите Мы лидируем Это Это классно Это Просто Замечательно Главное Не напортачить На Осталось там Полэтапа До конца До победы Подтормаживает Просто все против нас И мой компьютер Блин И эмулятор Все Тормозит Что-то Вылетает Не хотят Чтоб мы выиграли Ай-яй-яй-яй-яй Еще 4,5 секунды Должно хватить Ох Лансер опять Подбитый Вообще Австралия Конечно Очень красивый этап Очень Прям вот эта вот Рыжая пустыня С зеленью Обалденно Ну и 3,5 секунды Напоследок Еще Эх Макрэй Пришел второй Бакланд Лятти лишь Четвертый Блин Все-таки Он пропустил Наверное Макрэя 6 секунд Между ними Ну да На пару секунд Где-то Он пропустил Получается Да 17,04 17,06 Ну ничего Главное Что мы выиграли Сейчас Вообще Будет Очень интересная Ситуация Еще плотнее В чемпионате По идее У нас С Макрэем Равное количество Очков Будет Или Атти Немножко Позади Ну Давайте Теперь Сохранимся Благополучно Мы выиграли Теперь у нас Две победы Из Четырех Возможных Так А что Не было Заставки Ой Супер Спешл Стейдж Еще здесь Вон Что Еще Супер Специальная Трасса Есть Так Да Наверное Даже не знаю Будет Ацелерейшн В принципе Там она С плавными Поворотами Ну Пойдет Ладно Давайте Она уже все равно Ни на что Нам Плиять не будет У нас Большой Отрыв Довольно Таки От Макрея И Ну Я не думаю Что мы Здесь Сможем Это все Растерять А вот Если Здесь Лиатти Смог Макрея Обойти Было бы Очень Неплохо Между Ними Там Всего Две Секунды Даже Меньше Было бы Конечно Подарочком Когда Ситуация В чемпионате Еще В пользу Нашу Улучшилось На парочку Очков Так Пока мы Впереди Вроде Хотя Я тут Что-то Не очень Понимаю Какое Пятнышко Из этих Представленных Мы А какое Макре Ой-ой-ой Да Куда Что Замотал Это Так Аааа Ты Блин Под самый Конец Выскочил Значит Мы Лидировали Все Таки Да Ну Ладно Все Полсекунды Отыграл Главное Чтобы Да Нет Он Не Первый Тоже Ореоль Вот Здесь Первое Время Показал Алиати Лишь Пятый Где Ты Раньше Был Ореоль Че Раньше Не Выигрывал Допы Подлец Ну Ладно Вот Теперь Точно Все Вот Окончательный Зачет Лиати Все Таки Третий Ну Ариоль Все Таки Здесь Одно Очко Ну А мы Подтвердили Свой Статус Как и в Реальности Мякинин Выиграл Вот Только Макрей Пришел Не Четвертый А Второй И Да Вот Видите По 28 Очков У нас С Макреем И На 4 Очка Отстает От нас Лиати Очень Плотная Группа Обалдеть Интересно Конечно Ну и Дальше Уже Довольно Большой Отрыв У всех Остальных На второй Группе Так Скажем Лидирует Бакл Тоже На четвертом Месте Так Сохранимся Тогда еще Раз У нас Был еще Один Дополнительный Этап Ну и Впереди У нас Опять Снежное Заснеженное Ралли Швеции Чуть не Сказал Швейцарии Ну нет Швеция А еще Подиум Да Еще Подиум Предстоит Лиатти Макрей Где-то В чистом Поле Возле Какой-то Фермы И Вот Мы Отлично Хорошо Хорошо Что удалось Выиграть Просто Блестяще Мы вернулись В чемпионате Лидируем С двумя Победами Мы сейчас Единственные У кого Две победы Из четырех Этапов И по одной Макрей Лиатти Так Ну что же Это вот уже Ралли Швеции Нам презентовали Ну хорошо Что Хорошо прошло Ралли Австралии Давайте на этом Закончим Спасибо Что смотрели Комментируйте Ставьте пальцы Вверх Подписывайтесь Обязательно Всем пока Пока С вами был Как всегда Скудер Всем удачи